В третий раз уже приезжаю в НГЛУ. Впечатления каждый раз все лучше и лучше. Понимаем, что это именно тот университет, к которому можно стремиться и нужно стремиться, и с которым очень приятно работать. Катерина Михайловна. Как бы не потеряться, и вау, как здесь красиво. Как-то так. Я посещаю данный университет впервые, и абсолютно только позитивные у меня впечатления после всех мероприятий, которые мы смогли посетить, особенно китайский Новый год, это было что-то новенькое для нас, и очень необычное ярких впечатлений за этот месяц у нас только прибавилось на год вперед. Было очень неожиданно вернуться снова в студенческую жизнь после дистанционного обучения. Все так необычно, но вспомнил все, очень понравилось. Не хотелось, конечно, уезжать, но приходится. С радостью еще приеду, потому что вот этот темп студенческой жизни очень хотелось бы вернуть и к нам в Донецк, но всему свое время, как говорится, очень все понравилось. То есть, согласен с Екатериной, у нас в Донецке тоже есть что-то подобное юрфак, но там также только поменьше, но вот в НГЛУ прям покорил, да, очень. Ну и запутаться, конечно, да, проще простого, но у нас был очень хороший помощник в этом деле, и не давал нам сбиться с пути, и наставлял нас на путь истинный, вот. Мероприятия были очень шикарные, особенно китайский Новый год, я там выиграл подарок, вот, потому что очень хорошо знал бытовую жизнь, примет пословицы, вот, достаточно все было интересно. Мне очень понравилась студенческая жизнь, так как для меня это в новинку, а в Донецке у нас дистанционное обучение, вот. Что касаемо университета, то я поддерживаю Екатерину, это действительно Хогвартс, вот. Что касаемо мероприятий, запомнился китайский Новый год, концерт, пение безумно интересно. Очень запомнился американец, журналист, тайфуриус, не помню полное. Ярослав Тайфуриус. Да, очень интересный человек, очень интересно было с ним побеседовать, особенно повышая квалификацию, если можно так сказать, английского языка. Вы знаете, я за долгие годы обучения видел многое, но то, что я видел здесь, меня потрясло. Как говорили мои коллеги, мероприятий было очень много, но больше всего понравилось то, что здесь огромное количество интерактива. Вот мы были, как упомянули мои друзья-коллеги, что мы были на мероприятии, посвященном выводу Больск из Афганистана, причем это было не одно мероприятие, это было мероприятие как здесь в рамках университета, так и выездное, общегородское. Но больше всего лично мне запомнилась наша экскурсия, поездка в Дивеево, само посещение храма, мощей святого Серафима. Это для меня лично настолько, лично меня потрясло, что я до сих пор нахожусь в каком-то таком культурно-эмоциональном шоке. Также хотелось бы отметить, что, наверное, самым эмоциональным для всех нас стало проведение нашего мероприятия «Русский Донбасс», который мы сами готовили, сами организовывали. Ну и студенческая жизнь, да, действительно кипит. И знаете, что самое главное? Мы сюда еще вернемся. Мы также успели в период этого месяца посетить филармонию, послушать Чайковского в исполнении прекраснейшего просто оркестра. И вы знаете, осталось такое незгладимое впечатление, что все-таки классическое искусство, оно живо, оно продолжает свою жизнь. И с каждым мгновением, с каждым годом оно только краше становится. И очень радостно было посетить филармонию именно в Нижнем Новгороде и посмотреть на то, как это искусство живет именно здесь. Это было очень классно. Антонина Ивановна. Ну, я вспоминаю, я вспоминаю. Мне запомнилось очень хорошо мероприятие «Праваряг». Это было в музее-заповеднике. Очень интересная там была архитектура. И помимо всего этого узнали частичку истории о том, как началось пиратство. Все началось с патефонов. Закончилось компьютерными играми, не только. Достаточно было интересно. Духовно обогатиться, прежде всего. Прослушанием пластинок, правда, не пиратские были, но и суть важна. Так же сама история, когда пошла песня «Наш варяг никому не сдается». Окунуться в эту историю. И, конечно же, да, все эти видео, вся сама атмосфера данного места, в принципе, ну и было замечательно на самом деле. За этот месяц нам также посчастливилось принять участие в таком мероприятии, которое проводилось балканским клубом на территории данного университета. И нам очень повезло, что мы смогли познакомиться с высокопоставленными людьми, с уважаемыми людьми, которым мы смогли представить наш проект «Русский Донбасс», смогли рассказать свои истории, отдать частичку себя и своих чувств. И мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы уверены, что оно будет прекрасно. Да везде, везде. Мы действительно были везде. Третий раз, повторяюсь, посетил Нижний. До этого не удавалось так детально рассмотреть город, но в этот раз мы, мне кажется, посмотрели досконально все. Абсолютно. Начиная от театров, заканчивая колесом обозрения, канатной дорогой, потемкинской лестницей. Разве что не покатались на пароходе, но это из-за погодных условий. Зима все-таки. Больше всего впечатлила сама архитектура города. Она каждый раз чем-то удивляет новым. То есть девятиэтажки, а потом хопа, Кремль. Исторические здания. Но больше всего мне лично, наверное, запомнился музей-заповедник. Это я такого еще не видел. Посетил маленький Нижегородский Версаль. Ну, меня из восхищения вызвала канатная дорога, потому что я на ней просто кричала. Я армпинист с опытом, который очень сильно боится высоты. И поэтому в какой-то момент, когда вот эта вот маленькая таблеточка приехала, и нам говорят, садитесь в нее, я говорю, господи, мы все умрем. Ну, вот, это, наверное, самое яркое впечатление. А так, да, действительно, восхитительная архитектура. Невероятный сам по себе город, строение города. Улочки вот эти вот, которые пересекаются. Настолько гармонично смотрится вот этот синтез современного города с историческим достоянием. Очень радостно, очень приятно видеть то, что Нижний Новгород сохранил свою историю и несет ее дальше, показывая свою историю как гордость. Вот, и мы гордимся Нижним Новгородом вместе с вами. Скажем так, знаете, как в играх, карта зачищена на 100%, так и Нижний Новгород. Бывали мы везде. Вот, да, канатная дорога, это, конечно, было весело, интересно. Я говорю, Катя, выйди отсюда, ты мешаешь. Вот, но она не вышла, осталась. В Нижнем Новгороде я уже во второй раз. И в первый раз, к сожалению, удалось посмотреть Нижний Новгород, но недосконально. В этот раз, по возможности, когда было свободное время, старались не сидеть в комнате, а выходить и просто гулять по улицам. И действительно удивляет то, что в Нижнем Новгороде сочетается архитектура как древнего города, исторические значимые объекты, так и современной архитектуры. И она так гармонично переплетается, что это очень приятно глазу. Память на телефонах начала заканчиваться, потому что огромное количество фотографий с прекрасными видами, с прекрасными архитектурными строениями. Я являюсь главным фотографом нашего студенческого клуба «Полис». И когда первый раз я приехала в Нижний Новгород, мне запомнилась ярмарка, так как мы ее проезжали. И я дала себе слово, что я до нее дойду. Пешком. Да, это было пешком. Мы потратили, наверное, три часа, обойдя весь Кремль. Спустились мы к ярмарке. Я ее перефоткала везде, только где можно, с любых ракурсов. Впечатляет действительно архитектура. Так что в ближайшие, наверное, три месяца мы будем выкладывать в нашем канале Телеграм вашу архитектуру, все события, которые были. Смотрите на свой город с нового ракурса, с ракурса, которого видим мы, как туристы, как гости. Я тоже два раза был в Нижнем Новгороде. Я видел его зимой, я видел его и летом. Знаете, у меня есть с чем сравнить. Возможно, это предпочтение каждого, но для меня лично Нижний Новгород красивее именно летом, потому что ты видишь конкретно всю красоту и в архитектурном плане, и в историческом, и в художественном. Потому что не мешает снег, не мешает погода. Ты можешь пройтись куда угодно, посмотреть все, что ты хочешь. И вот особенно увидеть этот контраст, когда ты находишься на одном берегу в историческом квартале, а переезжая на соседний, ты словно попадаешь к нам домой. Данное посещение для нашей группы я выбивал целых 4 месяца, но оно прошло не зря. Думаю, все впечатлены, все увиденным, изученным. У нас большие проблемы с языком, у нас нет такого большого плюорализма, скажем так, языков. Здесь есть и арабский, и японский, и китайский, и вообще все языки мира, мне кажется. Для многих из нас, а точнее для всех, стало очень интересным изучение французского. Вот Артур Романович даже заинтересовался изучением французского языка и, думаю, продолжит изучение. Всем остальным студентам рекомендовали бы не отказываться от данной программы, не смотреть на нее как-то, под то, что вы будете просто больше учиться. Вы получаете самое ценное в вашей жизни, вы получаете опыт и знания, знания, которые вы больше не получите нигде. Прежде всего меня заинтересовал французский язык. Язык, поскольку мне все говорили, что легкий, легкий, но как-то все не интересовался. Думаю, ну ладно, легкий, легкий. То вот на первой нашей паре я очень сильно заинтересовался французским языком. И думаю, все, пора, надо выучить, поскольку он легче, чем английский, немецкий, все остальные. Потому что половина букв там не произносится, я читаю его просто. Плюс еще мы получили знания по дипломатии. Это очень важно от истоков, потому что помнить историю, это очень важно, особенно своего государства. Когда-то очень давно я хотела изучать турецкий язык. И пару слов, так я, ну, там самые основные я знала. Вот, и как только мы заселились в общежитии, вот, у нас удосужилась честь, не знаю, возможность общаться с носителями турецкого языка. Это невероятный опыт, потому что своего рода я исполнила свою мечту. Вот, подкрепила знания турецкого языка. Как уже упоминали раньше об этом, то, что для меня это первый опыт обучения в очном формате, так как с первого курса я на дистанционном формате в Донецке обучаюсь. Так что здесь посещение любых пар и посещение всех пар, которые мы смогли, на которых мы смогли присутствовать, для меня было огромным опытом. Языки — это отдельная тема, которой я очень сильно увлекаюсь и обожаю. И когда я смогла свободно разговаривать на английском языке, не в онлайн-формате, а в очном, это для меня было огромной радостью. Естественно, изучение дополнительное французского или возможность пообщаться с представителями и носителями китайского языка — это прям вообще очень-очень хорошо. И, конечно же, другие пары, которые полезны и которые необходимы будущим дипломатам и международникам, которые собираются работать в этой сфере теории международных отношений. Также нам предоставилась возможность послушать отдельную лекцию по дипломатии Петра Первого. Это действительно важно, потому что без базовых знаний нам никуда не деться. Мы должны их знать, чтобы в будущем строить свою карьеру, и опыт, который мы приобрели в университете, нам очень помог. Программа действительно очень сильная. Есть возможность выбирать свое направление. То есть вы не остаетесь, допустим, многопрофильным специалистом, вы выбираете свой определенный профиль, и по нему двигаетесь в направлении той дипломатии, которая вас заинтересовала. То есть, допустим, дипломатия Востока, либо наоборот, дипломатия Запада и так далее, и тому подобное. Что интересно, помимо этого, есть очень много разных курсов повышения квалификации, которые можно, допустим, начинать уже во время обучения очного. То есть вы берете, допустим, дополнительный курс и обучаетесь еще какой-то специальности. Это очень выгодно. Помимо этого, это можно делать онлайн. Это очень выгодно и очень удобно. И вот нам уже поступило предложение о том, чтобы, допустим, начать второе обучение в онлайн-формате здесь, на площадке НГЛУ. Для меня, как политолога, было довольно необычным опытом познать для себя что-то новое, а именно окунуться конкретно глубоко в сферу международных отношений. В каком плане? Для меня лично, что политология, что международные отношения – это одно общее направление, потому что и то, и то изучают политические процессы. Но, так как я себе с конца всегда учил конкретно процессы политические внутри государства, мне интересно было также узнать про внешние. Конкретно у нас дома такой возможности как таковой не было, потому что то, что нам давали – это были поверхностные знания. А вот, побыв здесь, пройдя эту программу, пообучаясь больше иностранным языкам, этикету дипломатическому, другим различным международным дисциплинам, я понял, что это действительно так, что эти две специальности неразделимы и целы. Поэтому большое спасибо моим ребятам и большое спасибо руководству университета, что дали такую возможность. Я лично рад этому. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Светлане Анатольевне Колобовой, декану Школы международных отношений и мировой политики, за возможность приехать нам с ребятами, обучаться здесь. Думаю, это будет не наш последний сюда визит. Еще хотелось бы выразить благодарность руководству Нижегородской думе за то, что организовали нам ряд поездок в святые и духовные места для каждого из нас. Благодарность сербскому Балканскому клубу за возможность посетить их мероприятия, познакомиться с ними и наладить дальнейшее сотрудничество. Также хочется поблагодарить Жанну Викторовну Никонову, ректора НГЛУ, за возможность приехать сюда. У нас выдался с ней прекрасный разговор, в ходе которого мы выяснили перспективы нашего обучения и построили план на будущее. Также хочется поблагодарить свой университет за то, что в конечном итоге все-таки разрешили нам сюда приехать спустя 4 месяца работы, и за то, что они помогли скоординировать работу, что мы смогли параллельно учиться в двух университетах, потому что у нас также есть своя индивидуальная программа в Донецке, и за то, что помогают нам расправлять наши крылья в учебе и в будущей профессии. Аплодисменты Студентам Университета Добролюбова будьте храбрыми, сильными, никогда не сдавайтесь на пути к своей цели, добивайтесь, будьте сильными. Мне хочется пожелать всем студентам, не только студентам Добролюбова, работайте над собой, работайте над тем, чтобы получать знания, никогда не останавливайтесь в поиске новых знаний, потому что учиться — это самое важное. Только глупый человек думает, что он знает все, и только умный сомневается в своих знаниях и ищет новые истины и новые догмы. Катя мне говорила, что все знают. Привет и желание, в принципе, пожелание к студентам НГЛУ, ко всем студентам, в принципе, никогда ничего не бойтесь, ищите возможности, просто ройте везде, пытайтесь найти то, что вам сможет помочь в вашем дальнейшем будущем, и не пугайтесь, когда вам что-то кажется невозможным. В дальнейшем у вас будут огромные перспективы, и иногда стоит переступить через себя, переступить через свои страхи, чтобы добиться чего-то большего и достичь своих целей. Ну, а так как уже все сказали за меня, мне остается, пожалуй, только счастье, здоровье, но также есть наставление. Действительно, не останавливайтесь на достигнутом, потому что остановка – это смерть, а движение и прогресс – это жизнь, а мы – за жизнь, чего я вам также и желаю. Их хочу еще добавить, как говорит Светлана Анатольевна, колбу, все должно быть по протоколу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!